Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и это продолжение ФФА-сериала За Россию Фидмейр Сивилизайшн 6 Райзен Фолл. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу или есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а всем остальным, приятного продолжения просмотра. Да что ж все, блин, эти... Надо проводить, короче, в этот... В промышленной этой штуке. Хотя и этот тоже важный, ну, блин. У меня есть где-то, где нету кампусов, например, тут. А здесь это промышленные зоны делаем. Тут кампус есть. Панк построил, все равно давайте тут логистику. Блин, еще проект Манхэттен 9 ходов. Уже надо сделать. Стокгольме не очень удачно получилось. Забавно, по изночке что-то никто не захотел захватывать. Ты опасна, тебе опасная города. Ну ты вот это вот начнешь... Ну, и тимплей. Ну, правильно. Не, ну смотри, если по по изночке не что-то... Не все из вас хотят меня захватывать, то это... Как-то очень странно. Кажется, только им 2 на 1, или 3 на 1. Как-то странно, ну? Как же проще. Это нормально. Это же, ну, логично. Что он делает? Я не могу открыть сделку. Давай, еще раз. Давайте лучше здесь. Попробуй. А. Так, а что по культуре у нас. Отправляешь? Песня. Передумал? 10. 6. Да, там по ресурсик уже там было. Да. Нормально тебе ресурсов появилось. Ну, тут 3 континента, по-моему. В смысле, не 4. В смысле, не 4. Ну, тут у меня будет амфитеатр, и все. Собственно, Алексей предложил тебе сделку. В смысле, не 4. Амфитеатр, и все. В смысле, не 4. Амфитеатр, и все. В смысле, не 5. Да. Да. Максимум! Продолжение следует... Ну, давайте смотреть. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Потому что там... Не везде у меня коммерческие районы... Нормально... Стоят... Давайте трех сюда отправим... У меня почти везде банки построены... Так, космопорт завершен... Запускаем искусственный спутник... Винпингал бы прокачать... Где там у нас... В глобализации в социальных сетях... Блин... У тебя этот город отваливается... Фантом... Ну, какой-то он был полезен... Там... Кампус стоит... Не знаю... Там есть университет или нет... Чейлаба... Университет... Не, там все есть... Там хорошего... Производства вообще... Не, ну не сильно отваливается... Смоленский... Ну, это просто проект Манхэттен... Как сделать... Чтобы вопросов не возникало... Чтобы вопросов не возникало... Виланс Да мне это все девать Надо было чудеса построить Ну, можно было, конечно, попробовать Через культуру поиграть здесь, но Я решил, что не в этот раз Надо сначала Рабочими походить будет Кто-то у меня постоянно тырит тихи Я думаю, что даже несколько человек, видимо Ну да, точно не надо Нету холма А ты мне деньги тыришь Нет Ну, было дело Один раз, да? Нет, точно не надо Затревел Ну ты, видимо, качал Покачал И сейчас неизвестно, где и чем они занимаются На штуке смотрят Перси Так, инженер Инженера нормально идет А вот на ученого Отстаем Валета перестала отвалилась О, потому что я в золотое веку вышел Продолжение следует... 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 прикинь как он их прокачал сильно наверное ты выкупил алексей до того инженера или как она читал нет проект куда под лодочка плывет араб гости куда она еще может быть а 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 Леша, ты забыл включить микрофон опять? Ты нажимаешь кнопку, но тебя не слышно. Блин, два раза нажал на микрофон, чтобы он включился, и он не включился. У меня следующим ходом проект Манхэттен, давайте голосовать. Ну и делай сейв, загрузимся. Давай сначала проголосуем только. Значит, мне в личку, если вы за запрет ядерного оружия, то плюс, если против запрета ядерного оружия, минус. В личку это вот здесь, в самой игре. Влад мне уже прислал. Ждем Фантом, Лука и Курдезас. Курдезас прислал. Лука прислал, Фантом прислал. Так, ну, в общем, два минуса, два плюса. Сказать, что Араб и Египет против голосовали, Перс и Поляк за. Я голосую тоже против, так что все используем ядерное оружие. Грузи сейв. Ты все продолжаешь. Кто что? Это Перс. Да. Ну ты же сам ему мир не даешь, в чем вообще вопрос. Ну блин, зачем нападать? Зачем меня провоцировать? Ну, чтоб неповадно было. Упределись, типа. Ну, а будет. Он, наверное, тоже очень себя некомфортно чувствует. Из-за того, что ты с ним не миришься. Ну, блин, это же конец игры тут. Возможно, нужно будет нападать. Возможно, не нужно будет. Ты же никогда не знаешь. Обычно нужно. Ну, тем более, зачем мне сейчас еще 8 подолгий, или там сколько, 9, иметь возможность мне нападать? Друг мне как раз это скоро понадобится. Ты там, блин, за очками или что-то есть. Тут же только в этом у меня мотивация. Я ж не вармонгер, ни с кем мы в этой игре вообще не делал. Я по факту подперся войну объявил, я даже ни разу не атаковала его. Там уже, друзья, оказались нападать на меня. Поэтому ты и не напал. Ну, не напал же. Ж. Что-то за... Что-то за... Я даже в термоядерку могу. Байтят. Блин, два центра вещания, наверное. Мне надо ядерки строить. Алексей, просто туристический поход по моим землям уже ходил 20. Субтитры на клеточке. Я автоматом там поставил, и он бегает. Слушайте, а в союзных городах-государствах я апаться могу, нет? Да. Я не знаю, будет ли это работать с карточкой и с фашизма. Дипломатика на нет. Нет, конкретно в союзниках есть. В связи я сюзерен этого города. Да, да. Я продвину сюзерен поленки, но я думаю... Ну, по идее, с паномерками не должно. Как и приграницах 5 открытых тоже нельзя. Обещайте, что мы еще не знаем, что тут никто его не сюзеренит. По какой причине? Кстати, еще Влад, что ты Карфаген не захватил? Ну, опять же, это не стояло города, он где не мешал. Сейчас он не мешает, скоро упадет. Ну, они его пили тоже. Не, ну, его можно было раньше захватить, но, опять же, я тут даже не хотел города первое время ставить из-за пустыни. То есть, можно было только по берегу, но у меня бы центр уставал. Вы посмотрите, вот, ну, вы открыли уже, вот, как бы всю карту, видите, примерно, где бывшие города норвежца? Просто, насколько ему и не связло, вот у него вот Шецму, Нидарос, Ставангер, Кристиансен и Махенджедара, вот они стояли вот в такую линию. Вот эти пять городов, у него была чистая линия такая. А Берген, это его последний город, который он там... А, еще Осло, Осло. Осло, Махенджедара, Кристиансен, Ставангер, Нидарос и Шецму вот так вот в линию стояли. Ездят, можно эти города вообще, в принципе, развивать, когда там не действуют промышленные зоны, да? Да, да, окружающих нормально, не работают там развлекательные центры. Ну, по идее, по идее, у тебя есть Смоленск не второй и не третий город. Смоленск, третий. Я поставил Петербург, потом Новгород, потом Смоленск. А, ну, тогда... Тогда, конечно, сложнее, потому что ему, по идее, тоже на треугольничком было вставать на эту реку. Да. И один город, который пахнуть. Вот ему именно не повезло, что я почему-то решил исследовать в эту... Я даже не знал, что он тут находится. Я решил поставить города. Я вот вверх сначала пошел. И мне повезло, что слева там горы. И ты ко мне активно не перся. Снизу джунгли Египет. И он тоже сильно не лез с мою сторону. Ну, как тут можно угадать в начале? Ну, наверное, так не повезло из-за морской нации. Ну, не повезло из-за закона. Ты мне город решил забрать? Ну, а че ты упорываешься? Ну, я же ничего не делаю. Ну, да, ну, да. В общем, разбирайтесь сами. Не-не-не-не-то. Как бы, пусть пьет, что ли? Польша завершает проект лунная экспедиция. Да-да, я-да. Да блин, шо ж они всех убивают, е-мое. Так, ну, в общем. В общем, я тут уже никуда не улечу. Давайте. Я, видимо, хочу все-таки на поляка нападать. Думаю, Египет со мной дружбу заключит. И его можно будет... Хотя, там кризисный союз. Может. Отказался египтянин от дружбы. Нам надо дальнюю связь открыть, с подводных лодок еще можно было бросать. Так, ну, может, мне подводные лодки построить еще. Как они тут строятся? В общем, подводные лодки видят вообще эсминец. Вон, подводная лодка, перехода. А ядерка 5. Ладно, давайте тут... Я как-то далеко отправил... Свои каперы. Пока они приплывут к тому месту, где их можно апать. Правильно ли я вниз плыву? Может, мне сверху... Может, мне сверху... Потом о тебе идеализм не писал? Нет, мы с ним не знакомы. Так я тоже. Ну, мне с ним не играл вроде. Ну, один разок. А ты с ним не играл? Нет. Повезло тебе. Это вы не космические гонки и холодной войны сразу больше делали? А, потому что она запустила, да. Нет, я не буду. Я уже тут не могу наукой победить. Мне нужны только ядерки. Еще неплохо, кстати, самолетик построить. Бомбардировщик. Найти бомбардировщиков понастроим. К самолетам. К самолетам. Блин, зачем я тут шахт? Ферму построил. Не знаю, не хочется мне поленки перекупать ради апа. Просто поплывем отсюда. Семьсот. Семьсот двадцать одна наука. Хорош фантом. Проектики работают. Давай еще раз расскажи, что ты от меня на три техи отстаешь. Это важен. Три техи, это может быть критически важно. Ну, конечно, вопрос в том, какие это техи. И так сходу вообще не скажешь. Какие же это техи. Эти подводные лодки как давно в проруби. Теллипались. Я думаю, ты сейчас расскажешь, что это там. Проблема в том, что тут проплыва нету. У меня с этой подводной лодки как-то. Ну, гавани. И все больше ничего нету. И все остальное дальше. Фашизм. В глобализацию. Лучше. Так, ну мне надо подготавливать уже кавалерию для захвата городов поляка. Ну, то есть апать в вертолеты. Кто по счету? Я думаю, что он тоже впереди. Нет. Четыре очка. Ну, это... Короче, нам надо с ним воевать без вариантов. И что там не отбивали, да? По самолетам. Я просто не до конца уверен, как работает этот юнит, поэтому нужно спросить. Если тебе не сложно, Перс. Ну, по крайней мере, мои уже сональи уже начинают получать урон. До этого вообще не получали. Ну, и вот этого они должны были, да. О, у тебя зениточка есть. Давай построим ради этого. Я еще одну построю. Лучше на дороге ставить. Чтобы быстрее бежалось. Поподвинуть кавалерии. Поподвинуть кавалерии. Если бы фантом так не улетал по науке, я бы, конечно, на Египет нападал. Надеюсь, я настрою нормально ядерок. Жестко, вы уже почти насчитали на этого ученого, неплохо. Ну, поляк улетает, надо с ним что-то делать. Египет, ты как? Ну, я пока не могу. Ну, у тебя закончится союз, я тоже с ним союз. Но если закончится союз, ты как на него напасть? У нас очков-то у всех трех рядышком по очкам. Раз захват поляка тебе поможет. Блин, где-то аэропорт-то я построил. А, вот. У него радиус раз, два, три, четыре, пять. А, нет. Десять клеток. Сюда нельзя идти, потому что границы поляка, чтобы на него не сработало. Какой хороший ученый. А, нет. Правда, спасибо. Плюс сто процентов. Этот еще лучше. Да шо ж такое. Эх. Спасибо, неплохой, да. Неприятно. Неприятно как-то получилось, конечно. Хотя, с другой стороны, наверное, Алексею пока лучше поможет, чем... Чем себе, да? Да. Но мне это, как бы, ничем не поможет. Зря ты так! Ну, я вряд ли покорил космос в этой игре. Хотя, нет вообще летун. Сейчас опять придать будет летун и душить меня. Если меня зенитки не спасут. Может, реактивный бомбардировщик открыть? Давайте его устроим. Засвечивать территорию поляка. Просто видеть, что у него тут вообще происходит. Где он? Поставил ли он где-то пусковые шахты? Я их не вижу, например. Вот у него этот космопорт. Утогость повредить космопорт в Санкт-Петербурге? Серьезно. Тимплей, тимплей. Ох уж эти тимплей щеки. Никуда не говорить, просто. Исчет. Утогость. Черт, вы откройте науку, посмотрите. Человек уже нанотехнологии исследовал, запуская гидропонный модуль. Я даже спутники, даже спутник не запустил. так вы чем с ним сделаете еще и домой вернулся живым целым такой молодец крутой шпион да эти прокачки 5 ядерок а сходов это уже можно не строить советские гранты давать самолеты на 12 леток алексея нас на данный момент разница в одно очко я просто вообще офигел ничего себе одно очко всякий случай еще урана обработки там есть два но мало ли а 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 у меня денег мало для апгрейда в вертолеты сколько они стоят 395 я возьму ну 200 пускай будет да ну в принципе несколько вертолетиков можно организовать египет у тебя есть шанс победить это захватить города полякам он сейчас улетит по науке ну когда он заканчивается одновременно со всеми вами ну я тебя просто я с не григи вид на напади прямо сейчас я как бы прощупываю почву готов ли ты хочешь ли ты я так понимаю алексей ты очень хочешь ну тут либо мы нападаем на польшу либо он улетает в космос другого не дано всего в 100 очках от нас то есть он захватывает города поляка и получает победу то есть ты играешь на его победу нет конечно я не буду отдавать ему города твои я тоже буду захватывать ему то что то надо сделать тоже никаких других вариантов для победы у него нету 5 самолет это что ж такое еще сто процентов космической гонки и и и и и и и и и Хотя он и отсюда, наверное, может рвать. Продолжение следует... вот так у меня должно было быть давным-давно вот это все обработанному тут еще куча холмов не обработано ну просто приндец конечно сыграно сколько мы потребляем на минус 116 от меня сколько конкретно от ядерных устройств идет содержание на гиде тысячи лет региозная победа вот она вот наступил и момент да ладно ты еще и стокгольму я перекупил у меня вдруг всем послов появилась я не знал куда их девать бумаги ключи не принципиально по моему ученые уже все разобраны которые успеют влиять до инженера это не нужен совершенно случайно я думаю я и без него справлюсь думаю что то есть у меня меня у меня а без этой инженеры справишься вы слышите он уже как бы готов справляться а у него осталось у него не открыт только одна теха не открыта ребят заход последний модуль построит ну тут надо нападать как закончится союза обсуждать ничего это вот по поводу того зачем он забирал инвиктуса потому что инвиктуса офигительные эти кампуса до ада слабыми да и он за счет этого получил науку и вполне себе комфортно чувствовать я не знаю почему другие игроки этого не захотели сделать я забрал норвежца у которого напомню два кампуса был и все например ну смотри перс захватил немцы еще и рассеялся там египта тоже место было и он в принципе все тоже немного оттяпал раб это вот меня два соседа меня удивило араб больше фантом в центре карты находится и ему спокойно дают захватывать человека у нас и не союз дал союз собственно только с тобой вот всю игру и был египта тоже инвиктус как бы от меня далеко я бы скорее не тебе мешало самому тоже захватывал как я могу для меня напасть но у нас был союз ну в таком формате да не ну перс его дефол когда я там на рыцарях пришел денег что дали денег не дали они где 2000 дали что а ну да тоже офигительный муфт не то чтобы не сильно что-то порешали потому что и не пусть он рыцарь забрать не то есть они ему сначала отсыпали он пропался там 60 мощи стены за один ход везде построить еще этом смысле не сделаю странно башни просто любим тебя спонсирует тиммейты на и только на сто сорок первом ходу что ли получится вполне может улететь с таким этим ученым вполне к сожалению самая концовка игры не записалась сложно сказать почему это произошло мне очень жалко что вы не услышите обсуждение после игры но в плане игрового процесса вы потеряли немного потому что фантом за польшу победил как раз ровно в тот ход когда у него со всеми закончились союзы и все мои накопленные ядерки так никуда и не полетели очень четко он все сделал быстро и вполне заслуженная победа тем более что он находился в центре карты прямо скажем не самая моя лучшая игра да я воспользовался многими способностями россии но сыграть было можно намного намного лучше и религию использовать и районы лучше расставлять но тут все-таки в шестой цивилизации очень странный таймер и как бы мы не использовали моды сделать его нормальным пока не получается оригинальный таймер который от разработчиков он очень медленный когда концу игры один ход длится 10 минут это совершенно не дело хотя да во время такого таймера мы успеем сделать все это точно то что ставят игроки я например не успеваю сделать все и поэтому многие вещи просто проходят мимо меня надеюсь что в дополнение гэзеринг-сторм все-таки таймер поправят потому что в той же пятерки меня таймер устраивал всегда он и не быстро и не медленно иногда да можно не успеть но это только из-за собственной нерасторопности даже для новичков он вполне быстро возможно я неправильно выбрал себе единственного союзника на эту игру ведь я не трогал фантома именно потому что у меня с ним были союз наверное стоило делать союз с египтом и тогда периодически например напрягать фантома но я размышлял так что он в центре карты у него еще куча соседей вокруг которые и без меня могут на него понападать кроме того у меня проход к польше всегда был не очень удобен с другой стороны у польши очень хорошее месторасположение у него были и горы и производства очень много как выяснилось в итоге и он всеми своими возможностями воспользовался и победил причем довольно быстрый улет по науке фантом победил на 140 ходу это очень хороший результат в фа на восьмерых тем более если ты находишься в центре карты как видите фантом соседствовал вообще со всеми игроками в общем вот такая игра получилась за россию на кстати я сказал что воспользовался всеми возможностями россии но мне все таки в некотором смысле не повезло не повезло с местом потому что не было тундры и вообще по какой-то странной причине я играю за россию играл еще недавно вот фа не знаю может его выложу нет тоже за россию имя там тоже не было тундры то есть у вас есть способность на тундру но ее вам не завозят что очень странно в любом случае спасибо что досмотрели до конца ваши впечатления пишите в комментариях к этому видео и играйте в умные игры спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока